Добрый день, дамы и господа. Сегодня у нас 24 августа 2023 года. У микрофона Леон Вайнстейн, город Лос-Анджелес, Калифорния. Три часа тому назад закончились дебаты на Фоксе. На сцене стояло 8 человек из одной партии. Их спрашивали вопросы два журналистов с Фокса. Первое, что бросилось в глаза, это насколько предвзято журналисты вели себя. Не давали говорить одним, явно выпячивали других. Или просто сдаваясь над напором самых грубых. Не знаю, сдавались как бы, сдавались, а на самом деле все было запланировано или действительно сдавались. Грубых оказалось двое. Ожидаемо, Кристи-Кристи. Кристи-Кристи. И неожиданно для меня моих Пенц. Крис сыграл самого себя. То есть такого наглого, бесцелевонного хама. Я не очень понимаю, как он с таким амплуа собирается стать президентом Соединенных Штатов Америки. Пенц начал играть роль такого величественного защитника Конституции. Но потом скатился до прерывания других менее величественных кандидатов и стал хамить. При этом все время приписывая себе заслуги Трампа. Мы в Трамп-Пенц-администрации прозвучало, я не знаю, не раз сто, конечно, но десяток как минимум. И это при том, что вся страна знает, что он был пятое колесо в этой самой телеге. То есть это еще где-то в других местах, там у Буша, там был вице-президент, когда что-то решал. А здесь, ну ничего. Интересно было наблюдать, как журналисты с Фокс плевали на суть дебатов, а пытались стравить кандидатов и расслаблялись, не мешая, когда на сцене происходили шумные и грязные разборки. То бишь их интересовал рейтинг в основном. Что понятно, но как бы не для того дебаты делаются, а для того, чтобы посмотреть на кандидатов. Ники Хейли, которую я считал такой сдержанной уверенностью дипломаткой, вдруг показала себя базарной торговкой с ихнего привоза. Может, не совсем так, но почти. Начав разборки со своим соплеменником, значит, Ромасвами, губернатору Дугу Бургуму и Ассе, он тоже губернатор, Эйса Хэтчинсон, пытаются вообще не давать говорить. Для приличия что-то их спрашивая, там время от времени, и тут же переводя стрелки на кого-то другого. Ну, перейдем к темам. Обсуждались мы аборты. Значит, ну тема как бы, ну совсем для выборов внутри республиканской партии не играющая никакого значения. Вообще. Может, на общих, но здесь-то точно нет. Украина, значит, помогать или не помогать. Вивик, кстати, единственный сказал, значит, остановить помощь. Пока не разберемся, зачем, собственно, мы даем деньги, что мы хотим от, какие у нас цели, что мы хотим от этой воды, и почему посылаем деньги в Украину, в то время как население США нуждается в деньгах защищать наши границы. То есть, почему туда мы посылаем, а сюда нет. Вот это я хотел бы разобраться. А губернатор, значит, Лорида Дизантис приблизительно пошел в ту же сторону, но сказал, что он бы хотел и туда, мол, и сюда, и здесь у нас защищать американцев, и там защищать наши интересы, потому что это союзники в Украине, это союзники США. Остальные что-то мычали насчет того, что мы можем и тут, и там, что мы могучая страна, но объяснить, где мы будем брать деньги на помощь Украине, так никто и не смог. Ники Хейли пыталась перевести стрелки на необходимость уменьшать расходы государства, как бы не в связи вот с этим, да, а в связи с бюрократией, с там, и прочей, и прочей, всякими программами, но Украина тоже входит в программу, поэтому не очень было понятно, она перевела стрелки на другое, или пытается что-то по этому поводу сказать. А заодно, так сказать, обвинив Трампа и Пенса, в основном Пенса, как бы, но через Трампа, в увеличении госдолга. Пенс пытался наехать на Вивика, значит, назвав его «Новичок», на что быстрый на язык, значит, Ромасвамиск, а сообщил, что это Пенс, его не новички, виноваты в том плохом положении США, которое сейчас имеется. Крис Кристи тоже наезжал на Ромасвами, заметив, что, значит, он молодой, неопытный, цвет кожи у него такой же, значит, он, который напоминает Обаму. То есть Ромасвами сначала сказал, что, значит, я молодой, там тоже, значит, тут сразу же Пенс, сразу же Крис Кристи на него, так сказать, привел, что он был такой же, как Обама. На что, значит, Вивик тут же вспомнил, как Кристи обнимался с Обамой, значит, перед вторыми, перед перевыборами, и предложил, значит, Кристи поцеловаться прямо на сцене, если у него есть слабость к худым, молодым, неопытным людям с темным цветом кожи. Кстати, был еще один кандидат, единственный черный на сцене, сенатор, значит, Тим Скотт, но он был такой постный, что не думаю, что его кто-то запомнил. Вот единственное, что он был черный, поэтому, так сказать, а Хелли была единственная женщина, Никки Хелли, поэтому, так сказать, запомнилась, да, а в основном, что он говорил, не запомнилась вообще, хотя он там что-то такое говорил, какие-то правильные вещи, но вот того, чтобы он сказал, что вызвало какой-то такой энтузиазм, интерес, да нет, вроде. Ну, поговорили и о Трампе, значит, Кристи сказал, что раз Трампа, значит, будут судить в четырех местах, в четырех штатах, что нет, мол, дыма без огня. Ну, другими словами, я сказал. Значит, Хатчинсон тоже сказал, что он близко к этому. Вивик немедленно заявил, что если он будет президентом, когда он будет президентом, он даст Трампу президентский пардон по всем этим, вот, мол, четырем делам. Рон Десантис использовал тактику Трампа и атаковал модераторов за неправильные вопросы, не имеющие значения, мол, лучше спрашивайте вот это, чем вот это. Вызывание, так сказать, на конфликты, так сказать, на аплодисменты публике. Левые СМИ не успели закончиться, значит, дебаты сообщили, что Майкл Пенс выиграл, значит, тем, что с достоинством защитил свою позицию о том, что Конституция важнее лояльности, и что он признал, что Трамп требовал от него, значит, избелить присяги и обмануть американских избирателей. Ну, что-то такое похожее Пенс ляп, но не совсем так. А, кстати, вот это просто, с моей точки зрения, его добило в глазах республиканцев. Также левые сообщили, что Крис Кристи выиграл много очков, и что эти двое вот явно совершенно поднимутся в рейтингах в партии. Вот у меня прямо противоположное ощущение, потому что то, чего хотят левые, как раз прямо противоположен тому, чего я хочу. Странно, вот, потому что республиканцы в зале кричали, там, Крису Кристи и Пенсу, бу-бу-бу, что, значит, эквивалент, значит, на мыло у американцев. А левые, видите, не заметили, так сказать, что это им кричали, и сказали, что они выиграли. Из поведения модераторов было ясно, что Фокс приказал им поддерживать Кристи и Пенса и топить Вивека и Десантиса, кстати, за которого, так сказать, Фокс только что, так сказать, там кричал, но, так сказать, изменился вектор, увидели, что он стремительно падает в рейтингах, и, видите, перебежали на какие-то другие стороны. На самом деле, ужасно противно видеть, как нейтральные, опрашивающие, честные журналисты, честные журналисты, такой оксимарон, да, вот, а как они нечестно себя ведут. Ну, ладно, ведут, но нам-то дайте возможность увидеть кто-кто. Не-не-не, вот самая главная идея, чтобы мы не увидели кто-кто, а увидели то, что они хотят, чтобы мы увидели. Завтра мы узнаем первые результаты опросов, таких блиц-опросов, а к концу недели нам дадут многогранные, многосторонние результаты. Все будут абсолютное вранье, все до одного. Вот, ну, может, один или два не будут, но мы не будем знать, какие из них. Давайте к фактам перейдем и подумаем сами. Трамп на факт не пошел. Еще месяц назад я говорил, что он, пойдя туда, ничего не приобретает, но может потерять. И простой, то, что называется, здравый смысл, говорит, когда у тебя 62% голосов, а у следующего там 14% голосов, а у остальных там, ну, 14-8, а остальных там от 1 до 5, то ходить не надо. Вместо этого Трамп записал интервью с Карлсоном с условием, чтобы, значит, он, Тодд Карлсон, поставил интервью на бывший твиттер МедиЭкс одновременно с началом дебата. И вот, значит, интервью Карлсона с Трампом смотрели в прямой трансляции 74 миллиона человек. Сейчас часа 3 после окончания я посмотрел 104,4 миллиона просмотров. 104 миллиона просмотров. От Фокс пока нет информации, значит, завтра будет, но я удивлюсь, если более 5-6 миллионов, ну, может быть, там 10 миллионов там за сутки там и тому подобное, за что очень много. Но вообще близко не подходит. На 90 миллионов больше, там, может, даже не 95, посмотрела, значит, Трампа, чем посмотрела 8 представителей республиканской партии, которые дебатировали, значит, за право и прочее. Похоже, на дебатах не начала вырастать фигура мощного конкурента Трампу. Ну, опять узнаем завтра, посмотрим, но вот не было такого ощущения. Дальше дебаты, кстати, будут на Фоксе же 27 сентября. Не очень понимаю, как республиканская партия. Ну, я подозреваю, что они все против Трампа и все пытаются сделать все возможное, чтобы ему ставить палки в колеса, поэтому, так сказать, это делается на Фоксе, потому что, например, Ньюсмакс или ЭОН, которым я бы дал второй и третий дебат, не стали бы ставить Трампу палки в колеса. Критерии будут немножко иные. Если на первую встречу попали те, кто получил, значит, от одного и более процентов голосов республиканской партии, то на вторую встречу попадут у кого минимум 3%. И там 40 тысяч было людей, которые должны были дать какие-то деньги, тут будет 50 тысяч. Ну, небольшие вещи. Основное это вот 1,3%. Подозреваю, что, значит, Хатчинсон губернатор, сенатор Тим Скотт и, возможно, Ники Хейли выйдут, выпадут из обоймы. Кристи... Прошу прощения. Кристи нравится и навистникам Трампа. Майк Пенс нравится христианским таким ортодоксам, фундаменталистам. Рон де Сантис, я думаю, остановил свое падение и будет своих 10-12%. Я не думаю, что он начал подниматься, но я думаю, что он падение остановил. А Вивак либо сегодня упал без, так сказать, без варианта подняться, либо перейдет на второе место, я имею в виду после Трампа. Это все зависит от того, как он показался американцем, потому что я его сужу с немножко других точек зрения, я за ним следил, я его знаю, а очень многие увидели его вообще первый раз, как некий выскочка ниоткуда или острый и глубоко думающий молодой человек с планами, ясными избирателям с республиканской стороны. В любом случае, на следующих дебатах может кто-то и прибавится, потому что есть вариант, что кто-то, кто не набрал сейчас 1%, выскочит на 3%. Такое бывало уже, да? Но в сентябре мы снова увидим, я думаю, Кристи, Пенса, Десантиса, значит, Вивика Романа Ромасвани и, возможно, Дуга Бургума. С фамилией у меня, вы знаете, всегда проблема. Который успел в короткие моменты, когда ему давали говорить, срывать аплодисменты публике. То есть, вот, у меня есть ощущение, что он может сейчас перейти на 3-4%. Итак, Трамп интересует публику 100 к 4, больше, чем все остальные. А среди остальных, ну, скажем, значит, Вивик и Бургрум, ну и временами Десантис, который, конечно, отличный губернатор с прекрасными идеями, правильного возраста, правильной биографии. Он был фронтовик, потом бюджетмен, сейчас он очень-очень успешный, очень удачный губернатор. Вот. Но, боюсь, как сказал Ромасвами, все тут присутствующие, кроме меня, куплены специальными интересами и честно отвечать на ваши вопросы не мог. Ну, за что, конечно, получил любовь всех остальных, кто находился на сцене. Вот. Вот и весь отчет на сегодня. В России тем временем прихлопнули Пригожина вместе с командиром Вагнера. Может, прихлопнули раньше, на самом деле, а потом сбили самолет и прибежали, положили трупы, останки к уголькам самолета. Но это дело не наше, а их. Значит, при том, что хочу сказать, что чума на их дом. Вот и все. Чума. Пока. Продолжение следует...